Оказаться в нужное время и в нужном месте подчас стоит человеческую жизнь. За один месяц сотрудники ОМВД спасли две жизни, которые буквально держались на волоске. Оперативность принятых меры и чувство долга помогли избежать непоправимых трагедий. Владимир Кузьмин патрулировал дороги, когда увидел на Качгартинском мосту девушку. Она стояла у перил и пыталась забраться за ограду. Проехать мимо сотрудник ГАИ не смог. Нашел место для разворота и поехал к месту возможной трагедии. Когда уже подъезжал к мосту, то девушка уже находилась на перилах моста. Я выскочил, выбежал из машины, крикнул ей, что она этого не делала. Она мне ответила, что я не хочу жить. Любое неверное движение и слово человека, который хочет спасти возможную жертву, могло привести к трагедии. Но сотрудник ГАИ смог найти нужные слова и отвезти девушку в безопасное место. Когда девушка отвлеклась, я выбрал момент, схватил ее за одежду и стащил с ограждения. После чего посадил ее в служебный автомобиль, и девушка была доставлена в окружную больницу. Врачи поставили девушке диагноз – алкогольное опьянение и психическое расстройство. Сегодня она проходит лечение в Архангельском медицинском учреждении. Такие случаи для нашего города – редкость и всегда резонанс. Чаще всего попытки суицида совершают дети из неблагополучных семей и трудные подростки. Все они находятся под контролем Управления Министерства внутренних дел. У нас состоит на учете 97 подростков и 16 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Дети у нас состоят в основном за совершение общественно опасных деяний. Это дети, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Либо дети, которые систематически употребляют алкогольную продукцию и также за бродяжничество. Трудные подростки – не единственная проблема правоохранительных органов. Недавно на берегу Куи был обнаружен человек, висящий на ремне. Спасти его удалось практически чудом. Мимо проезжал сотрудник следственного отдела ОМВД. Дмитрий Кириченко незамедлительно освободил человека из петли. Скоро к месту происшествия подъехала и машина скорой помощи. Рад, что оказался в нужное время в нужном месте, успел помочь человеку. Также граждане, которые находились, подъехали чуть позже, помогли, оказали посильную помощь. Тоже им большая благодарность. У мужчины были связаны руки, поэтому попытку самоубийства следователи не рассматривают. Впрочем, жизнь человека спасена, остальное поправима. Сотрудники Министерства внутренних дел за проявленную бдительность и профессионализм получили заслуженные награды.